МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О достигнутых результатах и планах на будущее. Глава города представил отчет о работе с 2018 год. Преступление и наказание. В прокуратуре Сарова подвели итоги работы по контролю за незаконным оборотом наркотиков в этом году. Кто больше всех подтягивается и отжимается? В Сарове прошел очередной этап проекта «Атомный воркаут». Далее расскажем обо всем подробно. Среди достижений прошлого года глава города отметил завершение проекта «Тепло в детсады». Все здания детских садов оснащены альтернативной системой отопления от горячего водоснабжения. Этим вопросом заинтересовались и другие муниципалитеты области. Реализуется проект «Межшкольные стадионы». Один завершается в августе этого года. 16-й школа мы получили в согласительной комиссии, записывали о том, что сделать экспертизу с медной стоимостью стадиона школы номер 7. В этом году она будет сделана в третьем квартале. Вопрос с финансированием будут решать в конце этого года, в начале следующего. Дальше в планах реконструкция стадионов 12-й и 13-й школ. Идет работа над программами улучшения жилищных условий нуждающимся. За пять лет из очереди вышли более тысячи семей. Решается вопрос с выделением участков многодетным семьям. 71 участок на улице Нижегородская и 32 участка на улице Западной. Очередь на ИЖС – 212 семей на 1.01.2019 по многодетным. Но нужно сказать, что сложности и не только по Сарову, вернее, скорее всего, по Нижегородской области за весь период выдачи участков земельных по ДЖС для многодетных построено всего 1,6% индивидуальных жилых домов. Для постановки на очередь сейчас семьи должны соответствовать определенным критериям – быть малоимущими. И возникает вопрос, как малоимущий может построить индивидуальный жилой дом. Есть опыт Санкт-Петербурга, где участки компенсируют деньгами. Сейчас вопрос решается в правительстве Нижегородской области. Речь шла и о создании в Сарове регионального оператора. Вопрос обсуждается уже долгое время, но серьезных успехов пока нет. Какой второй выход? Это переход МКД на спецсчета, которые, в принципе, принадлежат управляющей компании, но дом может тратить, по договорю с управляющей компанией, накопленные деньги туда, куда он хочет тратить. Сегодня в Сарове уже 30 таких домов. В своем отчете глава города рассказал о ситуации со здравоохранением. Проблемы те же – точность диагноза и нехватка кадров. Также Александр Тихонов рассказал о перспективах для ТАСЭР Сарова. Еще три предприятия рассматривают эту площадку для реализации своих проектов. Полностью отчет главы города доступен на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Сумма в платежках саровчан с 1 июля 2020 года может вырасти на 6,9%. Именно такой максимальный индекс роста просит установить администрация города. Это может произойти из-за увеличения тарифов на водоснабжение на 13% и водоотведение на 11%. Все остальные коммунальные услуги подорожают не более чем на 3,8%. Некоторые депутаты сочли такое повышение слишком большим. Вот я смотрел, что принято предельные индексы по области. Там в ИКСа 3, 4, и мы опять начинаем выделяться. Мне кажется, мы обо всем думаем. Мы только не думаем о жителях и особенно о пенсионерах. Тем не менее, такое повышение стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению, по мнению администрации и ресурсных компаний, назрело. Продиктовано оно изношенностью коммунальных систем и необходимостью их модернизации. В основу обоснования роста тарифа ложатся две причины. Инвестиционная программа Горводоканала, либо реализация концессионного соглашения, если такое будет принято. Система водоснабжения и водоотведения требует модернизации. Это показывают цифры и инвестиционной программы Горводоканала, и оценка и предложения по концессионеру. Основной упор идет в систему водоснабжения. Это общий объем инвестиций 925 миллионов рублей с НДС. Это инвестиционная программа на 7 лет. Из них 550 миллионов идет в систему водоснабжения, и 300 идет в водоотведение. С тем, что коммунальные сети нужно модернизировать, депутаты согласны. Но главный вопрос, как нагрузка за исполнение инвестиционной программы, ляжет на плечи горожан. В Нижнем Новгороде кубометр холодной воды стоит, по-моему, 13 рублей. У нас сейчас 20. В ближайшем будущем будет 40. Тем не менее, в Нижнем Новгороде не случается ежедневная авария. Целые районы не живут без воды. То есть люди как-то вкладывают деньги в поддержание сети. Некорректно сравнивать саров с Нижним Новгородом парировали представители концессионера и привели пример стоимости услуг водоотведения и водоснабжения в соседних городах. Самый ближайший к вам город Арзамас. На второе полугодие 2019 года стоимость водоснабжения 26.78. При тарифе 24.48 при реализации инвестиционной программы МУПА, если заходит концессионер и подписывается концессионное соглашение, то тариф будет 24.30. Соответственно, он ниже. При водоотведении Арзамас 21.76 идет, но у них, соответственно, идет перекос в сторону воды. По водоотведению, да, в Сарове тариф будет выше, чем в Арзамасе. Высказали свои опасения в связи с большим ростом тарифа и представители городообразующего предприятия. Свои сметы в части гособоронзаказа «РФИАЦНЕВ» составляет, исходя из рекомендованных на уровне правительства, индексов потребительских цен. Показатели в части теплоэнергии, электроэнергии. Рекомендован индекс 3% на 2020 год. В части услуг гормогоганала рекомендовано пользоваться индексом потребительских цен, который в части гособоронзаказа, а это октябрь 2018 года, 3,4% будет. И все вот эти проценты, которые озвучены, даже разрешенные максимально 6,5%, означают, что «РФИАЦНЕВ» получит дополнительный выдох. К общему знаменателю на заседание депутаты не пришли. И тем не менее, предложение по индексу роста для тарифов на следующий год необходимо направить в РСТ до 1 сентября. Эти предложения рассмотрит также глава региона. Решение принять или отклонить просьбу о превышении предельного индекса роста тарифов в Сарове будет приниматься на уровне области. Также отметим предельный индекс роста – это максимальный шаг повышения тарифа. Реальное повышение может быть и ниже его. Сейчас в городе работают 6 частных управляющих компаний, но не все оказались готовы к открытому диалогу с горожанами. На встрече с жителями города в рамках Дня открытых дверей представители коммунальных компаний рассказали о своих сотрудниках, техническом обеспечении организации подвели промежуточные итоги деятельности. Как отметила Людмила Шлипугина, Департамент городского хозяйства на равных условиях взаимодействует с частными жилищно-коммунальными организациями и тесно работая с ними по нескольким направлениям. Это подготовка города к зиме и к весенне-летней эксплуатации, где мы плотно работаем со всеми управляющими компаниями. Второе направление – это обеспечение взаимодействия с точки зрения организации вывоза твердых коммунальных отходов в свете проводимой реформы вывоза твердых коммунальных отходов на территории города Сарова. И третье направление, по которому мы сталкиваемся – это рассмотрение обращений и жалоб наших граждан по линии муниципального жилищного контроля. Вот три основных направления. И четвертое, тоже такое серьезное направление – это организация капитального ремонта многоквартирных домов. Самой крупной по-прежнему остается МУП «Центр ЖКХ». Эта организация курирует коммунальное состояние почти 600 домов общей площадью более миллиона квадратных метров. В основном это дома старой части города, введенные в эксплуатацию в 50-х, 70-х годах прошлого века. И, конечно, к представителям этой компании было больше всего вопросов. В основном Саровчан интересовал финансовый аспект – как расходуются денежные средства, которые платят жители за коммунальные услуги. «Невозможно сделать анализ, на что же потрачены деньги. Берется большая группа работ, источница до копейки, указывается сумма. А на что конкретно? Никаких, абсолютно не распит, никаких натуральных показателей, ни квадратных метров, ни там объемов, ничего этого нет». Круг вопросов, которые задавали жители, был очень широк – от сроков капитального ремонта дома до напора воды в квартире и поверки электрощетчиков. С последней проблемой Саровчаны вынуждены обращаться в лабораторию Арзамаса либо покупать новый прибор. «У меня обращение не только к компании ЖКХ, а ко всем управляющим нашего города. Будьте добры, соберитесь, решите, обсудите и создайте такую лабораторию. Все вместе вы сможете ее содержать». Но, как пояснила Людмила Шлипугина, создавать в Сарове лабораторию нерентабельно, так как большинство горожан пользуются современными счетчиками, с межпроверочным сроком в 20-25 лет. «На сегодня мы видим единичные проблемы. У того, у которых совсем старые счетчики, мы не видим массовой проблемы. И на самом деле этот вопрос доработан и с электростевой компанией, и с другими управляющими компаниями. У кого таких массовых проблем не возникает». Акция показала, что интерес к таким мероприятиям есть у обеих сторон. Управляющая компания становится таким образом ближе к горожанам, а жители получают возможность быть услышанными и получить ответы специалистов на самые актуальные вопросы. В этом году увеличилось количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Если в первой половине 2018 года было составлено 80 протоколов, то за 6 месяцев этого года к административной ответственности привлекли 117 человек. «Было выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этот же период времени 2018 года 13 преступлений было выявлено. Сбытом 5 преступлений было выявлено в этом году, а в прошлом году 7 было выявлено». С начала этого года на освидетельствование по признакам наркотического опьянения было направлено 92 человека. У 37 из них анализы показали положительные пробы. Но, как пояснили в прокуратуре, это не значит, что остальные были задержаны ошибочно. Дело в том, что наркодельцы постоянно меняют состав психотропных и наркотических веществ. «Они постоянно вносят в формулу наркотического вещества изменения. И получается, постановление правительства Российской Федерации утверждено как раз перечень наркотических средств. И получается, что вот изобрели только что, а еще и не внесли туда». В суде было рассмотрено три уголовных дела по всем вынесении обвинительной приговоры. В КВ-50 на учете состоит 248 наркозависимых саровчан. Из них один несовершеннолетний. Прокуратура постоянно координирует деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках этой деятельности в нашем городе был сформирован специальный штаб. «Полагаю, вот эти цифры, они возможны и сказались работой этого штаба уменьшения показателей, потому что штаб начал действовать с августа 2018 года». Работа в области противодействия сбыту, приобретению, склонению к потреблению, незаконной рекламе и пропаганде наркотических средств ведется постоянно. Сообщить о том, где торгуют смертью, можно анонимно через специальные ящики, которые находятся в некоторых медицинских учреждениях и торговых центрах нашего города. Также саровчане могут помочь с блокировкой сайта, занимающихся противоправными действиями. Для этого нужно зайти на официальный сайт Роскомнадзора и во вкладке «Блокировка интернет-страниц» заполнить соответствующие поля. Всю полученную информацию ведомство проверяет, и если на сайте есть запрещенная информация, то его блокируют. Елена Грецкова, Владимир Лесик, служба новостей, Саров, 24. Убирать за своими питомцами и поддерживать чистоту помогут жителям улицы Курчатова. На аллее вдоль дома номер 14 появятся небольшие урны со специальным кармашком для полиэтиленовых пакетов. Собаководы смогут их использовать, чтобы убирать за своими домашними питомцами во время прогулки. Очень многие уже собаководы и в Сарове, и вообще в России начинают тоже понимать, что домашнее животное – это не только радость и счастье в семье и в доме, но это ответственность и уже стараются убирать. Это все чаще и чаще мы можем видеть на улицах, но мы должны создавать для этого какую-то инфраструктуру. Все конкурсные процедуры по закупке урн уже проведены. Их должны поставить в августе. Но пока вопрос о конкретном месте расположения контейнеров остается открытым. Возможно, установить их в правильную, удобную для всех точку получится не сразу. Вещи все в благоустройстве, они такие экспериментальные, они на практике должны подтверждать свою жизнеспособность. Ну попробуем, сейчас найдем какую-то точку, куда ее поставим, а дальше будем смотреть, потому что ее можно будет и передвинуть в случае, если это будет не очень удобно и появятся там новые варианты. Через сайт Думы саровчане могут присылать идеи о месте установки урн Антону Ульянову. Часть жителей уже озвучили свои предложения депутату при личной встрече. Ну да, вот это хорошее место, потому что здесь как бы часто я гуляю, например, с собакой. Где? Ну, не знаю, где-нибудь на углах можно. А вы будете ими пользоваться? Да. Вдоль дороги. Ну и на пустыре, где там коробка. Сейчас с управляющими компаниями решается вопрос обслуживания этих урн. Кресла из актового зала 10-й школы, стулья из клуба по месту жительства «Факел». Кто-то принес книжные полки, привезли шкафы. Не так давно Совет ветеранов переехал в помещение на Пенерской 20А. Но все, что тогда досталось новым постояльцам, это голые стены. Оборудование помещения требует значительных затрат. Подали на субсидии из областного бюджета под названием «Нам года не беда» проекта. И мы выиграли конкурс на сумму 218 тысяч чем-то рублей. Общественная организация Совет ветеранов существует в нашем городе чуть больше двух лет. За этот небольшой срок она стала центром общения ветеранов всего города и сейчас насчитывает почти полторы тысячи человек. Руководители стараются разбавить монотонную жизнь пенсионеров живым общением, праздничными концертами, чаепитиями, экскурсиями. Мы хотим, чтобы они приобщались и более активно участвовали в городской жизни. И потом, чтобы их морально-психологическое состояние не ухудшалось, а наоборот, чтобы поднять им настроение. С проектом «Чрез общение к активной жизни долголетию» Петр Филиппович Ульянов подал заявку на городской конкурс грантов социально ориентированных некоммерческих организаций. В итоге бюджет Совета ветеранов пополнился еще на 100 тысяч рублей. Полученные средства пойдут на организацию экскурсионных поездок и оборудование комнат Центра общения ветеранов. Мы хотели бы, чтобы наш центр работал не два раза в неделю, а хотя бы три-четыре раза в неделю, хотя бы по четыре часа. Чтобы сюда приходили люди не тогда, когда мы их зовем, но и когда им хочется, например, прийти в газету почитать. В планах открытие собственной библиотеки и комнаты досуга, где бабушки и дедушки играли бы в шашки и шахматы. Также встречи с ветеранскими организациями других районов области и соседних республик. А еще участие в различных творческих конкурсах и городских мероприятиях. Активисты Совета ветеранов собственным примером доказывают, что на пенсии жизнь не заканчивается. Она просто становится другой, но не менее интересной. Что такое помощь ближнему, здесь знают не понаслышке. Гуманитарный склад работает чуть больше года. За это время он помог сотням людей из Сарова и Дивеевского района, которые нуждаются в предметах первой необходимости. Здесь принимают вещи и для взрослых, и для детей. Уровень трудной жизни ситуации у всех разный. Кому-то не хватает на одежду, кому-то не хватает на одежду, например, к школе. Это конкретная ситуация, это раз в год бывает. Кому-то нужна постоянная поддержка в виде одежды, обуви. А есть люди, у которых настолько острая ситуация, что им нужны продукты. На вешалках и стеллажах десятки вещей, которые ждут своих владельцев. Это одежда, обувь, игрушки и даже книги. Волонтеры помогают найти нужную мебель, бесплатно дают в прокат ходунки и инвалидное кресло. Никаких требований и ограничений для тех, кто эти предметы забирает, нет. Учет посетителей ведется в специальном журнале, где фиксируются все заявки. Если же необходимой вещи не нашлось, можно оставить свои контакты. И с вами обязательно свяжутся, если она поступит. Есть многодетная семья, они домик малюсенький построили, все-таки осилили. В семье четверо детей. Но дальше у папы проблемы со здоровьем, такое прединсультное было состояние. Уже нагрузку он большой нести не может. И уже он может зарабатывать только на самое-самое необходимое для семьи. А дом нуждается в утеплении. Сотрудники гуманитарного склада знают много таких историй. Всегда большой спрос на стройматериалы и волонтерский труд. Для приема вещей есть определенные пожелания. Волонтеры просят приносить предметы, которые готовы к использованию. Одежда, обувь и игрушки должны быть чистыми и без явных дефектов. С вещами и завещами можно приходить по адресу Пушкина, 24А, по вторникам и четвергам с 5 до 7 вечера. И по субботам днем с 9 до 12. По всем вопросам обращаться по телефону 7-70-99. Великий детский писатель Ганс Христиан Андерсон родился более 200 лет назад. Он прожил долгую жизнь и написал за это время много романов, пьес и рассказов. Однако все они забыты. И сегодня мы знаем его как детского писателя. И в 21 веке сказки Андерсона не теряют своей актуальности. Они поднимают вечные темы и ищут ответы на волнующие всех детей вопросы. В этих сказках морально-нравственный выбор. Герои делают выбор очень сложный для себя и зачастую погибают. Это есть далеко не во всех детских сказках, которые оканчиваются хэппи-эндом. И этим лично мне дороги сказки Андерсона. И я думаю каждому из нас. Ведь в наше детство невозможно представить без сказок Ганса Христиана Андерсона. Чтобы глубже погрузить детей в мир произведений великого датчанина, сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра рассказали интересные факты из биографии писателя и провели викторину на знания его произведений. Также библиотекари придумали игры и конкурсы, связанные с миром произведений Андерсона. Например, ребятам предстояло найти горошину или наклеить на ватман жителей морского дна. Также мы сегодня проводили веселый танец маленьких утят. Просто на внимание, на скорость. На внимание, кто быстрее на сноровку, кто быстрее успеет нырнуть в канавку. То есть не зайти за черту круга. Также был конкурс на построение «Кто быстрее, кто ладнее построится». Также на команду, на команду конкурс командный. Павел Гунбин с раннего детства знаком с яркими и неповторимыми героями книг Андерсона. Самая любимая его сказка «Огниво» о солдате, который преодолел все испытания, выпавшие на его долю, и сумел перехитрить ведьму. Мне нравится солдат, потому что он такой храбрый, он победил ведьму, и он разбогретел. Маленькая Василиса Широкова только открывает для себя сказки Андерсона. Гадкий утенок особенно запал в душу девочки. Эту сказку учат. Надо не обращать, что тебя обзывают как-то, а надо любить себя, какой ты и есть. Следующая встреча библиотечного дворика, которая состоится 31 июля, будет посвящена сказке Корнея Чуковского «Айболит» и пройдет в форме квеста. Начало 18 часов, без возрастных ограничений. «Каждый нам дорог и нужен». Главная опора и поддержка говорит о нем Анна Юрьева. Именно Александр стал тем рычагом, который сдвинул с места ее таланта автора и исполнителя бардовских песен. Супруг помогает ей в реализации творческих начинаний. Любовь к авторской песне Анна, можно сказать, впитала с молоком матери. Ее детство сопровождали звуки гитары и нежный голос мамы. Я выросла, слушая родителей. Они мне вместо колыбельных исполняли авторские песни, либо песни 60-х годов, такие всегда красивые, мелодичные. То есть засыпая, я всегда слушала, как за стеной, папа играет на гитаре, мамин красивый голос, мама поет. Участие в фестивале Гренландии стало возможностью доказать самой себе, что она двигается в верном направлении. Анна участвовала в таком конкурсе впервые и сразу заявилась на три номинации. Но награду получила только в одной – как композитор. Она считает, что конкурсы дают толчок к творческому развитию. Надо заниматься как-то самосовершенствованием, двигаться вперед. А лауреатство – это как своеобразное подтверждение компетентности, во-первых, в этой области. Фестиваль Гренландии под Кировом проводится почти 30 лет. Каждый раз он собирает на берегу реки несколько десятков тысяч авторов-исполнителей и поклонников авторской песни. Участники едут на конкурс не только за призами. Программа фестиваля всегда насыщена творческими встречами с известными певцами и композиторами, и мастер-классами бардов. Послушать обязательно мнение мастеров. Это очень важно, потому что на мастерских ты как камушек в море, тебя обтачивают, какие-то моменты тебе могут подправить. Знания и опыт, которые Анна получила на фестивале, обязательно передаст своим подопечным. Она руководит клубом самодеятельной песни «Струдная» и прививает подросткам любовь к бардовской песне. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Светлана Труднева занялась садоводством пять лет назад, и на ее участке классический набор дачника. Грядки и теплица с помидорами, перцами, огурцами и луком. Несмотря на то, что лето в этом году погоды особо не балует, урожай Светлану не разочаровал. Женщина уверена, если вкладывать душу в садовые работы, результат всегда будет радовать. Мне все очень радует. Теплица у нас второй год только. Осажаем первый. Все урожай удался. И помидоры, и огурцы. Помидоры даже есть большие, которые ветки не выдерживают. Пришлось их снять зелеными. Все пышет, вроде все растет. Не только для урожая, но и для души нужна дача, считает Светлана. И украшает свой участок кустовыми цветами. Одних только роз здесь шесть сортов. Есть и редкие растения, которые удивляют соседей. Например, цветок аква. Она у меня уникальная. Ни у кого еще не встречала. Никто не слышал, что за розом. Красивым цветам красивое оформление решили супруги-дачники. И устроили грядки на своем участке в форме солнца. На работу ушло более двух лет. Переживаю за каждый кустик, за каждую луковичку. Прям до слез. А так красиво, конечно, вечером выйти. Все горит, все сияет. Красота и замечательный интерьер тоже. Еще не закончился дачный сезон, а Светлана уже строит планы на следующий год. Участок украсит черные, голубые, желтые розы. А в саду появится беседка и баня. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Вторая смена в лагере «Лесная поляна» прошла под девизом «Действуй, дружи, дерзай». Каждый день для детей придумывали новые мероприятия, соревнования и конкурсы. Были открыты разнообразные объединения. Например, в туристическом кружке дети изучали основы безопасности жизнедеятельности. Нас учили различать различные ядовитые растения, учили вязать различные узлы. Также мы проходили спортивную сноровку. Мы учились надевать и обвязывать спортивное снаряжение. Также мы даже катались по канату. Еще один кружок, который пользовался большим спросом, был посвящен общему творческому развитию. Специалист из Коврова Иван Власов учил ребят красиво говорить, писать сценарии и снимать видеоролики. Приходят на самом деле самые разные дети. Кто-то уже приходит с талантом, а у кого-то талант надо развивать. Есть примеры детей, которые приходили в первую смену и ходят сейчас. И я вижу, как они выросли в творческом плане. И это очень приятно. Большую часть времени дети проводили с вожатами, ставшими для воспитанников лучшими друзьями. Среди них были как совсем молодые ребята из Саранской и Нижнего Новгорода, которые проходили в лагере студенческую практику, так и опытные наставники, проработавшие не один год. Атмосфера тут замечательная. Дети очень солнечные, классные, отзывчивые, делают все классно, супер. Что не попросишь. Любое мероприятие проходит на высшем уровне. Дети молодцы. Прям я горжусь своим отрядом. За смену в лагере «Арфиатсвнеев» дети прожили маленькую жизнь, наполненную приключениями, новыми знакомствами, непередаваемыми эмоциями и хорошим настроением. Здесь очень много друзей, прям нет времени скучать и грустить. Мы обязательно сюда еще раз приедем. Сейчас сотрудники «Лесной поляны» готовятся к третьей смене. Она откроется 28 июля и продлится до 17 августа. Елена – единственная женщина на волейбольной площадке. Она играет в паре с мужем Евгением. Их романтические отношения начались несколько лет назад на тренировках по пляжному волейболу. Спустя годы они продолжают играть в любимый вид спорта и специально для них организаторы изменили формат турнира и разрешили участвовать в семейной команде. Он играет, я играю детей бабушкам и поиграть нужно хоть разочек. Семья Гутниковых играет и в классический, и в пляжный волейбол. Летом всегда на свежем воздухе. И хотя площадка пляжного гораздо меньше, здесь есть другие трудности. И за песка тяжелее, и бегать по всей площадке в паре. То есть один, например, на блоке, а другой должен закрыть то место, куда, например, нападут, угадать, ну, либо добежать. Евгений согласен с супругой. Он отмечает, что на песчаной площадке волейболист становится универсалом и должен быть одновременно защитником, нападающим, уметь правильно поставить блок и дать хороший пас напарнику. Силу много надо потратить здесь, пару на пару, когда играешь, выкладываешься полностью. Пляжный волейбол в нашем городе пока не относится к массовым видам спорта и воспринимается как экзотика. В открытом турнире ядерного центра участвовало всего пять команд. Соревнования проводились по круговой системе, то есть каждая пара провела на спортивной площадке по четыре встречи со своими соперниками. Три пары – это постоянно тренируемся мы на Боровом, каждый день, когда есть погода. Две пары, вот, новые образовались, отец с сыном, и молодые люди пришли. Тоже приятно, что новые лица появились. В эту субботу, если позволит погода, на пруду Боровом состоится открытый городской турнир. Формат будет зависеть от количества команд-участниц. На соревнования приглашаются спортсмены и болельщики. Турнир проводится в Глазове, Зеленогорске, Новоуральске, Заречном и Сарове. В каждом городе проходит четыре отборочных этапа. В этот раз саровчане соревновались в двух дисциплинах – подтягивании и отжимании на брусьях. Гостями атомного воркаута стали профессионалы из Москвы – Михаил Китаев, Наталья Малеева и Дмитрий Кузьмин. Всегда хочется привести в Саров ребят, которые действительно профессионалы своего дела, потому что хочется показать, насколько максимально этот вид спорта, а это уже вид спорта позволяет развивать свое тело и действительно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Спортсмены из команды «Мутант Клан» выступили с судьями соревнований. Как расположить корпус, вытянуть руки и сколько может длиться передышка? Жюри объяснил участникам правильную технику выполнения упражнений. Мастера воркаута показали, каких впечатляющих результатов можно добиться, если усердно тренироваться и работать над собой. Участники делились на две категории – младшая и старшая. В турнирную таблицу шли результаты спортсменов старше 16 лет. Юные любители воркаута состязались не зачета. За каждое подтягивание конкурсант получал два балла, за каждое отжимание на брусьях – один. Роман совсем недавно увлекся воркаутом и решил поучаствовать в соревнованиях, чтобы продемонстрировать то, чего достиг. Сегодня пришел на этот стадион, чтобы попробовать себя, посмотреть на результаты и вообще посмотреть, к чему стремиться. Хотел бы и со временем солнышко научиться делать, и там какие-то флипы. Победителем соревнований стал Олег Сугробов. У всех желающих еще есть шанс проверить свои силы. 11 августа пройдет третий этап атомного воркаута. Все победители отправятся на межгородской финал, который состоится в Удмуртском Глазове 7 сентября. Заниматься бегом Максим Кистанов начал 24 года назад. За это время мужчина успешно представил наш город на различных областных и всероссийских соревнованиях. В июле Максим Кистанов стал победителем марафона «Малый китеж» в городце. Туда я поехал просто как для тренировки. Думаю, тренировку пробегу, если сильных ребят не будет. А как оказалось, как всегда приехали знакомые ребята с Нижнего Новгорода. Тоже не слабые, так скажем, соперники. Помоложе намного. В этом году в соревнованиях приняло участие более 100 человек. Всем им предстояло пробежать дистанцию 42 километра 200 метров. В этом году трасса была такая, скажем, специфическая. Выбегаешь из города и бежишь по оживленной магистрали практически нигде. Полицейских, которые могут тебя отгородить от машин проезжающих, не было. То есть бежишь на свой страх и риск по бровке, дороге. Не только сама трасса оказалась сложной. Трудностей добавили и погодные условия. На финише спортсмена встречал сильный ветер. Когда уже бежишь на пределе практически, это сильно сказывается, как в стену упираешься. На последних километрах, да, это очень сильно сказывается. Ты бежишь на результат, хочется выиграть. Естественно, там какие-то призовые деньги, либо какие-то материальные такие вот призы. В планах Максима Кистанова выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас он готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут 25 августа в Самаре.